Рабыня и Заура Рабыня и Заура Рабыня и Заура Не знаю, в чём дело. Вы обещали больше не говорить о любви. Почему? Ну, почему вы продолжаете отдавать своё сердце тому, кого больше нет на этом свете? Я думаю, это чувство заслуживает уважения. Простите, я не хотел причинить вам боль и тем более посмеяться над вашими чувствами. Но я страдаю. Тяжело сдержать обещания, которые я дал, потому что я страдаю как при каждой нашей встрече, так и когда я один, потому что я каждую минуту думаю только о вас. Но больше всего я страдаю, что не могу помочь вам. Ваше молчание связывает мне руки. Поймите же, наконец. Ты действительно считаешь, что мы можем доверять сеньору Алваро? Да, конечно. Сеньор Алваро добрый человек, у него благородное сердце. Он обожает Изауру. Дона Кармен права. Если она расскажет ему правду, вполне возможно, что он сможет нам помочь. Дона Кармен сказала, что он очень богатый человек. В десять раз богаче сеньора Леонсио. Но если Изаура его не любит, ей будет очень тяжело. Я не уверена, что Изаура его не любит. Да. Возможно, он ей нравится, но она не может признаться в этом, даже самой себе. Я полностью согласен с тобой в одном. В чем? Если Изаура скажет правду, я уверен, что сеньор Алваро попытается нам помочь, даже зная, что она не выйдет за него замуж. Я много молилась, Андре, потому что очень хочу, чтобы Изаура набралась мужества и сказала ему правду. Я вас очень люблю, Алваро. Но люблю как отца. Как любила бы брата. Это не самое приятное, что можно услышать, когда человек влюблен. Вы бы предпочли, чтобы я лгала? Нет, конечно, нет. Я полюбил вас именно потому, что вы честный человек. Больше не говорите об этом чувстве. Хотя бы позвольте помочь вам, даже если вы не отвечаете на мою любовь. Вы сказали, что любите меня как брата. Разве брату не доверяют? Брата не рассказывают о проблемах, если они возникают? Мы живем очень хорошо. Вы думаете, что у нас есть проблема, потому что нам не нравится ворошить прошлое? Вам это все кажется? Если бы я сказал, что поверил, я солгал бы. Я могу вам обещать, что если однажды нам понадобится помощь, вы будете первым человеком, к которому я обращусь. Я вас уверяю, пока у нас все хорошо. Вы меня мало знаете, поэтому не понимаете, но это самый счастливый период в моей жизни, самый приятный. Я живу в одном доме вместе с отцом. У меня есть ваша дружба, что для меня очень важно. Я могу сказать, что я почти счастливый человек. Вы должны быть совершенно счастливым человеком. Я близка к этому. Друзья? Почему вы считаете, что предстоящий разговор с капитаном Андрада должен быть важным? Хотите знать правду? Если это не бестактный вопрос. Нет, у меня от вас нет секретов. Капитан был близким другом моего отца. Когда я был ребенком, мне часто говорили, что наши семьи смогут соединиться. Если я женишь на дочери капитана. Если она хорошая девушка, женитесь на ней, Альвару. Я желаю вам всех благ. Она отличная девушка, но мы не любим друг друга. Я никогда ее не полюблю. И я уверен, что она смотрит на меня только как на друга. Я чувствую, что капитан хочет поговорить со мной именно об этом. Кто знает? А вдруг ваше счастье рядом с этой девушкой? Я хорошо знаю, где мое счастье. Возможно, однажды вы посмотрите на меня по-другому. Мне было бы неловко, если бы я знала, что вы живете с этой надеждой. Я могу обещать не говорить об этом, но я не обещаю, что эта надежда умрет. Я вас очень люблю. Мне бы хотелось видеть вас счастливым. Для этого достаточно одного вашего слова. Не ждите этого слова. Если у вас есть шанс стать счастливым, женившись на этой девушке, исполните волю отца. Мы всегда будем хорошими друзьями. Я вам обещаю. Странно, что такое красивое слово может звучать так грустно, так печально. Это слово «друг». Поговорим о Виктории Кюго. Мы очень обрадовались, когда узнали, что вы вернулись. Лично я очень скучала. Я же впервые вижу вас небритым. И тебе это не нравится? Нет. Мне нравится. Розаура, любовь моя. Меня зовут Роза. Я думала, что вы забыли. Излечились от этого? Роза? Когда вы вспомните, что меня зовут Роза, заедите меня. Роза. Роза. Иззаура. 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 Видишь, я была права, что не рассказала ему правду. Я не согласна. Сколько бы ты ни говорила, ты меня не убедишь. Он говорил о возможности женитьбы на другой девушке. Это желание отца этой девушки, если я правильно поняла. Пусть это желание отца. Я верю, что Алваро не думал жениться на ней. Но раз он затронул этот вопрос, значит, он задумывался о женитьбе. Задумывался о женитьбе. Ну да. Жениться на ней или на мне? Ты только что сказала, что уверена, что у него нет намерения жениться на ней. А на мне? Мы знаем, что на тебе он бы женился. Он тебя обожает. В таком случае, позволить ему помочь нам, если, конечно, у него есть хоть какой-то шанс это сделать, и по-прежнему принимать его любовь, было бы недостойным Санта. Моя совесть никогда бы не была спокойной. В такой ситуации никому из нас не будет покоя. Слово «покой» не входит в дверь этого дома. Бог велик, Санта. Он поможет нам выйти из этого положения, и не придется ранить такого доброго человека, как Алваро. Выпей, Алваро. Это французский коньяк лучшего качества. Нет, нет, спасибо, капитан. Возможно, чуть позже. Алваро, я давно хочу поговорить с тобой об этом. Ты, конечно же, в курсе, что в прошлом мы с твоим отцом мечтали, что вы с Луси соедините наши семьи более крепкими узами, чем узы дружбы. Я говорю о браке. В течение долгого времени мне не хватало мужества выразить словами любовь, которая меня пожирает. Луси, я вас обожаю. Мое самое большое желание в этой жизни – жениться на вас. Остановитесь, вы только что начали ухаживать за мной, уже говорить о женире. Ваш отец никогда не согласится, не так ли? Согласится папа или нет, это мы узнаем в свое время. А пока я думаю, что ваши намерения заходят слишком далеко для человека, который столько ждал, чтобы объясниться. Я заговорил о браке, чтобы было предельно ясно, что у меня серьезные намерения. Согласитесь, говорить об этом слишком рано. Да. Пожалуй, еще слишком рано, чтобы узнать, есть ли у меня шанс рассчитывать на ответные чувства. Не переживайте. Вы мне нравитесь гораздо больше остальных парней из Барбасена. Я в курсе, что у вас с отцом были такие намерения, когда мы были детьми, капитан. Но брак должен базироваться на более прочной основе, чем желания семей. Это правда, мы с Лусей выросли практически вместе, но мы никогда не смотрели друг на друга, как муж и жена. Мы друзья и только. Я уверен, что у нее такие же чувства по отношению ко мне. И ты ждал столько лет, чтобы сказать мне это? Я очень сожалею, но я всегда приходил в ваш дом. Я люблю всех вас. После смерти отца я всегда считал вашу фазенду своим вторым домом. И у меня были мотивы так считать. Мне даже в голову не приходило, что вы думали об этом, поскольку этот вопрос никогда не затрагивался. Просьба должна была исходить и тебе, я просто ждал. Сожалею, что разочаровал вас, капитан. Ты понимаешь, сколько времени мы потеряли, чтобы найти дочери хорошую партию? Ее приданное практически готово, но на горизонте ни одного жениха. И как нам поступить в этой ситуации? У такой красивой девушки, как Луси, не будет недостатка в женихах. В этом я уверен. Да, но я мог давно подумать об этом. Я очень сожалею, но не считаю себя виноватым в своем молчании. Я не знал, что вы все еще думаете о ваших социнпланах. Если бы я знал об этом, я бы давно с вами поговорил. Я только надеюсь, что из-за этого моя дочь не выйдет из брачного возраста, не встретив хорошую партию. Я совершенно уверен, что этого не произойдет. Он никогда не позволит мне жениться на его дочери. Мое положение не соответствует их имени, их состоянию. Чего тебе не хватает, чтобы иметь хорошее положение, Жералду? Наверное, ты никогда не обращал внимания, Алваро, что у меня не хватает того, что есть у тебя с рождения. Имя, престиж, положение, деньги. Алваро, прости, если я тебя обидел. Я этого не хотел. У меня не было такого намерения. Я всего лишь реально смотрю на возможности моего брака с Лусией. Да, но ты это сказал, Жералду. У меня есть деньги. Если бы у тебя была лучшая адвокатская контора в Барбасене, я уверен, что капитан не отказал бы тебе в руке дочери. Прошу тебя быть реалистом. А ты говоришь, что у меня должна быть лучшая адвокатская контора в Барбасене. Ну что за дела? Почему нет? Я вложил в кабинет адвоката все, что у меня было, Алваро. Я открою для тебя лучшую адвокатскую контору в Барбасене. Нет, это исключено. Ты мой друг, ты не должен этого делать. Я не хочу подняться за счет одолжений. Когда твои дела улучшатся, ты со мной расплатишься. Ты серьезно? Разумеется. Ты настоящий друг, Алваро. Как ты хочешь назвать нашу будущую дочку? А почему дочку? Ты не хочешь, чтобы родилась девочка? Я приму, кого хочет для нас Бог. А ты говоришь только о девочке. Забавно. Я никогда не думал, что у нас может быть мальчик. С самого начала в моей голове была мысль, что родится девочка. Гордец, ты не можешь выбирать. А как ты хочешь назвать девочку, вернее, мальчика или девочку? Я предпочитаю выбрать ими после рождения ребенка, чтобы не сглазить. Какая ты отсталая. Ты должен уважать мое решение. Я уважаю. В январе, да? Да. Сколько месяцев осталось? Посмотрим. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Шесть. Как еще долго? Я хочу стать отцом уже завтра. Придется подождать еще шесть месяцев. Шанта, я тебя люблю. Я тоже очень тебя люблю. Ты всегда говоришь «он», но не при Андреа. А почему? Потому что я знаю, что Андреа хочет девочку. А ты предпочитаешь мальчика? Потому что у раба мало шансов стать счастливым. И у женщины тоже, даже если она не рабыня. Наш мир, мир мужчины, Заура. Это несчастье родиться рабыней и женщиной. Я надеюсь, что будет мальчик, и что скоро рабство отменят, чтобы мой сын был счастливым человеком. Твой сын или твоя дочь будут счастливыми. Добрый день. Добрый день. Посмотрите, что я вам принес. Апельсины. Такие спелые, сами с деревьев падают. Ты хорошо ухаживаешь за садом. Синьор Мигел, как поработали? Мне повезло, я продал три полотенца. Три полотенца? Да, мы не можем пожаловаться, Заура. Коробочка с каждым днём всё полнее. Санта, хочешь апельсин? Нет. Я думаю, пришло время. Успокойся, успокойся. Очень больно. Я вызову врача. Нет, нет, это сделаю я, синьор Мигел. Ты останешься с женой. Ты не сможешь сесть на лошадь. Успокойся, всё будет хорошо. Скоро приедет врач. Успокойся, Санта. Спокойно, спокойно. Спокойно, Санта. Спокойно. Спокойно. С нашей фазендой, Жануаре, можете сварить варенье. Большое спасибо, дона Таис. Вы очень добры. Вспомнили о старой негритянке. Я даже не знаю, что сказать. Такое внимание ко мне. Нет опасности, что он придёт на кухню? Нет, он больше не приходит на кухню, дона Таис. Бедняга превращается в развалину. Продолжает пить. Как только просыпается. Совсем не смотрит за фазендой. Знаете, дона Таис, я думаю, этот человек сошёл с ума. Бывают дни, когда он просыпается в таком отчаянии, что начинает крушить всё вокруг. И в гостиной, и в своей комнате. Вы знаете, что он разбил любимую вазу, дона Эстер, царство ей небесное. Швырнула её в стену без всякой причины. И она в дребезги. В глубине души мне его очень жаль. А мне нет. Ему так плохо, потому что он расплачивается за то зло, которое причинил моей изауре. Сюда, доктор. Сюда, доктор. Мы уложили Санту в постель. Андрей, а ты нет. Синьор Мигел, я хочу быть там, и в то же время не хочу. Ты как скажешь, Андре. Посиди здесь, я принесу тебе воды с сахаром. Успокоишься. Спасибо. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Сегодня день был трудный? Довольно трудный. Было много дел, но это хороший знак. Знак, что моя адвокатская контора процветает. Мне очень приятно, когда вы так говорите. Я думаю, очень скоро я смогу попросить у отца ваши руки. Я не помешала? А.Кулакова А.Кулакова Я хотела получить юридическую консультацию относительно земли, которая есть у папы. Я знаю, что это непроходящий момент, но когда рядом оказывается лучший адвокат Барбасены... Ну, что вы, А.Кулакова 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 Вы уже имя выбрали? Это не ко мне. Пусть выбирает Санта. Я хочу, если ты согласен. То есть мне бы хотелось, чтобы наша дочь носила имя человека, который был очень добр ко мне. Если ты согласен, ее будут звать Маувина. А.Кулакова Добрый вечер. Добрый вечер. Желаю вашей дочери большого счастья. Мне? Естественно. Я впервые в жизни получаю цветы. Матерью ты тоже стала впервые. Большое спасибо, сеньор Авара. Вы так внимательны к нам, что нам даже неловко. Я вам завидую, Андре. Вы красивая пара и получили лучший подарок, который только можно было получить. Красивую и здоровую дочь. Мне тоже этого очень хотелось бы. Она родила сегодня утром. По словам врача, очень здоровая рабыня. Хотя, поди знаю, можно ли называть ее рабыней. В этом доме рабы и хозяева живут одной семьей. Пожалуй, только присутствие Алвара нарушает социальный порядок вещей. Они бедны, но это не означает, что нужно позволять рабам жить в одном доме и под одной крышей с богатыми. Через сколько дней новорожденный может путешествовать? Куда нужно ехать? Как куда, Андре? В Ресифе. Разве мы этого не планировали? Я только ждал рождения ребенка, чтобы вернуться к этому вопросу. Я не говорил раньше, чтобы не сглазить, но у нас уже достаточно денег, чтобы уехать. В конце концов, мы сбежали год назад. Вряд ли на нас кто-то донесет из-за того объявления. Я думаю, через какое-то время мы сможем отсюда спокойно уехать. Позвольте, сеньор Леонтью. Вам пришло письмо? Пожалуйста, Франсишка. Франсишку, прочитай мне его, я думаю, мое воображение заходит слишком далеко. Неужели там правда это написано? Прочитай, Франсишку. Сеньор Леонтью, почти год назад я прочитал в газете объявление, в котором вы предлагаете 15 тысяч за поимку рабыни по имени Изаура. Думаю, я знаю, где она. Значит, это правда. Кто-то нашел Изауру. Композитор Жоао Меррио. Оператор Милтон Болиньо. Гравюры де Бретто предоставлены фондом Каштру Майя. Производство Глоботова Интернашнл. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok